ребята всем привет недавно я разместил во вкладке сообщества вам такую загадочку с перечнем абсолютно противоположных симптомов которые вы сейчас видите на экране и спросим как вы считаете что это такое это перечень симптомов из аннотации одного из медикаментов то есть это побочные эффекты одного лекарства это не разные лекарства это то что может произойти от приема одного препарата и вот когда вы открываете аннотацию к любому медикаменту то увидите огромную простыню где написано очень 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 много и как правило это все читается по диагонали очень бегло чаще и совсем не читается вот но если углубиться в чтение побочных и нежелательных эффектов вы можете найти там очень много интересного иногда страшного для обычного человека не медика и вот как к этому относиться и решил порассуждать на эту тему чаще всего мы видим огромный список побочных эффектов и предостережений и основное это вроде бы благая цель показать как серьезно изучена этот препарат как исследованы скрупулезно все возможные нежелательные явления что производитель провел очень большую и нужную работу что он все изучил и предупреждает о возможных побочных действиях этого препарата вроде бы все понятно цели и задачи но как-то просто прочитывая что-то об одном из препаратов для улучшения либидо и потенции я вам сразу скажу этот препарат я увидел вот такую картину не буду называть наименование препарата просто чтобы наиболее пытливые умы из вас не побежали искать его в аптеках сразу скажу что это препарат из разряда корригирующих психогенные расстройства либидо и потенции то есть это не из разряда простатита это из разряда психиатрии и вот что вы читаем просто прямые противоположности утомляемость слабость головная боль бессонница и сонливость до возбуждение судорожные припадки там атаксия акатизия дискинезия парэстезия это различные расстройства ощущений чувствительности неопределенные боли и ощущения дискомфортные непонятного характера и происхождения вот нечеткость зрения диплопия это двоение в глазах диплопия вот со стороны сердечно-сосудистой системы там различные нарушения сердечного ритма желудочно-кишечный тракт повышение аппетита сухость во рту и гипер солевация гипер солевация это избыточные слюнотечения то есть опять противоположности полные тошнота рвота метеоризм диарея то есть понос и запор прямо рядом стоят абсолютно противоположные эффекты со стороны мочеполовой системы задержка мочи и учащение мочеиспускания тоже вроде бы противоположности повышение либидо приопизм это стойкая длительная эрекция которая продолжается больше часа это патологическое состояние которое может приводить к свертыванию крови в кавернозных телах образование тромбов которые самостоятельно уже не рассасываются приходится их удалять хирургическим путем я оперировал несколько приопизмов тяжелая ситуация но сегодня не об этом то есть повышение либидо и эрекции до приопизма и импотенция рядом стоит рядом вот это же не медику глядя на эти симптомы может показаться на полный абсурд ну как такое может быть абсолютно разные эффекты от одного препарата давайте подумаем на эту тему есть кроме добросовестности производителя цель предупредить о всех нежелательных явлениях кроется еще и уход от юридической ответственности многие видели там в ресторанах или в макдональдсе осторожно кофе горячий только олига френд будет ждать в макдональдсе холодный кофе и любому понятно что он горячий и нужно быть осторожным но если вы аж паритесь по собственному недосмотру суд выпадать не сможете потому что у вас не примут ваш иск потому что везде написано осторожно кофе горячий вас предупреждали так вот и в этом случае все что можно было собрать из побочных нежелательных явлений все собрали поэтому вас предупредили вы сами принимаете на себя степень риска либо ваш врач который назначает вам этот препарат только осталось еще добавить в перечень нежелательных эффектов падение кирпича на голову и там то что на вас может наехать трактор и в этом вы тоже виноваты сами то есть набор прямо противоположных симптомов естественно при каждом приеме медикаментов мы ждем от них улучшение то есть воздействие на какую-то болезнь или на какое-то состояние которое мы хотим изменить конечно в лучшую сторону никак не предполагаем что нам вдруг упадет кирпич на голову конечно можно представить себе массу смешных комбинаций побочных явлений этого препарата цель которого улучшить потенцию например как пациент с приопизмом со стойкой эрекцией страдая от поноса сидит на унитазе и обливается слюной или же приняв препарат добился полной импотенции но одновременно пришел запор двоение в глазах и сухость во рту например ну то есть очень много курьезных комбинаций можно осуществить но как все мы знаем существует без рецептурный отпуск медикаментов это как правило препараты не обладающие сильным действием медикаментозным на органы и системы которые может любой человек купить без рецепта врача в аптеке и как правило таких большого перечня побочных эффектов у них нету есть препараты строго рецептурного отпуска которые там относятся к сильнодействующим веществам к ядам антибиотики и так далее это значит что конечно назначать их должен врач а цель врач как профессионал должен оценить именно ваш индивидуальный организм ваши особенности сопутствующие заболевания у кого-то есть гипертония у кого-то колит не специфические у кого-то там еще куча всяких всяких может быть побочных болезней на которые этот препарат будет действовать вот каким-то нежелательным способом и целесообразность его назначение должно превышать риск развития побочных эффектов то есть он настолько необходим что несмотря на возможные какие-то побочные эффекты индивидуальные мы еще о них не знаю все-таки врач назначает этот препарат но предупреждает там о том о том о том о том как его принимать в какое время и так далее и тому подобное то есть здесь как ни крути вот все равно опять вы скажете вот все одно и то же про врача да про врача но на самом деле конечно роль врача здесь на первом месте очень важный момент это доверие между врачом и пациентом когда врач абсолютно заинтересован в результате своего труда и он все должен объяснить рассказать и предупредить пациент должен беспрекословно выполнить все его рекомендации вот если что-то непонятно в назначенном лечении в медикаментах задать вопросы какие-то врачу дополнительные вот но это это главное к сожалению в этой проблеме к сожалению роль врача никто не отменит в наше время я понимаю как это сложно что врачи все находятся в состоянии цейкнота все борются с этой гадостью больницы работают и поликлиники в авральном режиме в ненормальном вот поэтому если вы вдруг решаетесь принять какой-то препарат самостоятельно на свой страх и риск во первых с определенной долей критики отнеситесь к этому перечню побочных эффектов но с осторожностью все-таки принимайте это решение такие препараты как антибиотики различные там психотропные средства нужно десять раз подумать прежде чем начать принимать этот препарат не приобретайте препараты без рецептурного рецептурного отпуска не принимайте самостоятельных решений о приеме серьезных медикаментов каких не идет работа над роликом посвященным синдрома хронической тазовой боли у нас тут немножко похолодало на днях на всей сибири и алтайском крае но сейчас все уже вроде бы как эти холода схлынули но тем не менее почему-то вдохновение у меня особого не вызывает работа над этим роликом то что он очень сложный получается в этот синдром как говорится все впихнуть не впихуемое попытались поэтому очень разносторонние разнообразные сведения нужно как-то втолкнуть я пытаюсь все упростить упростить не получается потому что там психиатрия проктология неврология урология в этих тазовых состояниях патологии тазовых органов все объединено в один синдром вот поэтому не знаю когда он у меня появится этот ролик но могу сказать что если мне позволит время и руки до нового года я возможно вам сделаю один сюрприз а пока желаю вам здоровья не болейте готовьтесь к праздникам аккуратно осторожно берегите себя своих близких вот не болейте пока до встречи